Уважаемый Константинович, уважаемый Олег Александрович, уважаемые коллеги, для меня действительно большая честь выступить с исследованием, в котором принимала участие практически вся страна. Исследование Аватар было наблюдательное, в него было включено 29 центров и практически 500 пациенток. Первичной и конечной точкой данного исследования было определить подходы к лечению первичного рака яичников и также определить долю пациенток с наличием БРС и мутаций. В исследование были включены пациентки с серозным и эндометриоидным гистологическим типом опухоли. На этапе скрининга пациентки заполняли опросники, в которых очень дотошно выяснялось, есть наследственный анамнез отягощенный, либо нет. После чего пациентки подписывали информированное добровольное согласие и после этого уже забирался биологический материал для определения мутаций в крови и забирался также блок с опухолевой тканью. В исследовании работало 9 лабораторий. Как мы видим, первые 4 – это были референсные лаборатории. Первые 2 определяли методом НЖС, наличие мутаций в крови и в опухолевой ткани, и также в небольшом количестве использовался метод MLPA крови. 3-4 лаборатории определялись НЖС крови, и, соответственно, остальные лаборатории стандартной панелью ПЦР определяли наличие мутаций методом ПЦР. Итак, мы можем наблюдать, что НЖС крови, то есть секвенирование, было проведено 400 пациенткам. ПЦР было выполнено всем пациенткам. В результате продемонстрировано, что доля больных с наличием БРСЕ и мутаций в гене 1-2 составила 35%. То есть мы понимаем, что в нашей популяции каждая третья пациентка имеет наличие мутаций в гене БРСЕ-1 либо БРСЕ-2. Герминальные мутации встречались в 29% случаев. Из них частые ходспоты – 17%, редкие – 12%. Соматические мутации составили 5%, соответственно, остальные пациентки были без наличия мутаций. Также необходимо отметить, что благодаря линейке ПЦР на наличие 8 частых мутаций позволило 50% пациенток определить наличие БРСЕ и мутаций в гене 1 либо 2. Таким образом, 17% пациенток имели частые мутации, 12% имели редкие наследственные мутации и 5% имели ненаследственные мутации. Также необходимо отметить, что частые мутации выявлялись методом ПЦР, и если вдруг по методу ПЦР он был отрицательный, соответственно, проводилось, ему, пациенткам выполнялся метод НЖС, который позволял еще 30% выявить редких наследственных мутаций. И только НЖС из опухолевой ткани позволяло нам у 100% пациенток выявить, есть наследственность, либо нет, благодаря тому, что выявлялись методом НЖС из опухолевой ткани не наследственные мутации, то есть это еще 20%. Таким образом, если все-таки метод ПЦР отрицательный, и у пациентки даже нет наследственного тягощенного анамнеза, это не говорит о том, что он истинно отрицательный, это говорит о том, что он может быть ложно отрицательным, так как 50% только подтверждается методом ПЦР. Также в данном анализе была продемонстрирована роль маркера СЕИ-125. На сегодняшний день мы знаем, согласно литературным данным, что маркер СЕИ-125 повышается лишь в 23% случаев при начальных стадиях заболевания. Однако в данном исследовании у пациенток с начальными стадиями заболевания 1 и 2 СЕИ-125 был повышен у 74% пациенток, и, соответственно, при распространенных стадиях уже 96% пациенток. Также в данном анализе продемонстрирована роль раково-мбарионального антигена, который был повышен преимущество у пациенток с мутацией в гене БРСЕ-2 – 28%. И если мы посмотрим полностью на всю линейку биологических маркеров, то мы видим, что также у пациенток с мутациями в гене БРСЕ-1-2 наблюдается повышение маркера СЕИ-19-9 почти у трети пациенток, и в четверти пациенток – раково-мбариональный антиген. Что касается семейного онкологического анамнеза, то положительный семейный онкологический анамнез отягощенный имеет 26,6% пациенток. Из них 44 пациенток с мутацией в гене БРСЕ-1-2 имели родственников с онкологическими заболеваниями, и у 19% – это мутация дикого типа. Очень важно обратить внимание на данный слайд. Посмотрите, 56%, то есть это большая часть пациенток, отрицает наличие отягощенного наследственного анамнеза. То есть отягощенный анамнез, еще раз хочу всем повторить, что не является основным фактором для того, чтобы исключать у пациенток подозрения на наличие мутации. И очень важный факт, что более 70% пациенток были старше 50 лет. То есть это не совсем молодые пациентки. На сегодняшний день все рекомендации общества онкогинекологов, Европейского общества онкологов, Российского общества клинической онкологии, Ассоциации онкологов рекомендуют всем пациентам сирозным, эндометриоидной и карциномой высокой степени злокачественности определять мутации в гении Берсей-1 либо Берсей-2. Также в данном исследовании была проанализирована первая линия химиотерапии. То есть в принципе вся страна ответила, как все-таки мы лечим пациенток на первом этапе. И вот обратите внимание, 7% пациенток на первом этапе имеет не полихимиотерапию, а монохимиотерапию. Причем не всегда это платиновые агенты. Мы видим, что у одной пациентки проводилась монохимиотерапия топотеканом, у двух паклитокселом. И что обращает на себя внимание, что полихимиотерапия, да, действительно, она была проведена 92% пациенток, но из них 14% пациенток, это 50 человек, которым проводилась схема цисплатин и циклофосфан, которые на сегодняшний день не входят в стандарты в связи с меньшей эффективностью и, соответственно, с большей токсичностью. У нас на сегодняшний день есть паклитоксел, карбоплотин и цисплатин, который влияет с золотым стандартом, и схема цисплатин-циклофосфан не рекомендована, но все-таки ее, как мы видим, проводят. Ну и результаты исследования. Ответ на платину, содержащую химиотерапию, полный частичный ответ, либо стабилизация, наблюдалась у 79% пациенток с наличием БРС и мутаций. Платиночувствительные рецидивы были зарегистрированы у 68% пациенток с мутациями, платинорезистентные у 32% пациенток. Обращает на себя внимание, что первый рецидив у пациенток с мутациями платиночувствительный в большей части был у пациенток с мутацией в гене БРС и 2, и, соответственно, платинорезистентный в меньшей части был у пациенток в гене с БРС и 2. То есть мы можем сказать, что пациенты с мутацией в гене БРС и 2 являются более благоприятной прогностической группой. Первое прогрессирование пациенток – медиана выживаемости без прогрессирования у пациенток с мутациями составила 25 месяцев. Спустя как минимум 2 года наблюдения прогрессирование заболевания после платин, содержащих химиотерапию, зарегистрировано у 50% пациенток. Также мы не можем не остановиться на значении циторедукции. Мы знаем, что у пациенток без мутаций на сегодняшний день доказано, что чем выполнена больше полная циторедукция, тем выше выживаемость. Это еще в 2010 году Андреас Дебуа, мы все помним эту кривую, показал. Однако у пациенток с мутациями такая же ситуация. Если мы их оперируем в полном объеме, то выживаемость без прогрессирования при отсутствии остаточной опухоли составляет 36 месяцев. В отличие от пациенток, у которых есть остаточная опухоль, выживаемость без прогрессирования в 2 раза меньше, составляет всего лишь 15 месяцев. Я надеюсь, этот слайд еще раз все-таки всех хирургов сподвигнет к тому, чтобы оперировать без остаточной опухоли. Ну и в заключении нужно сказать, что в Российской Федерации берси-иссоцированный рак яичников составляет практически 35%, то есть всех треть пациенток имеет мутацию в гене берси-1 либо берси-2. Метод НЖС позволяет практически в 100% случаев ответить на вопрос, есть у пациентки мутация, либо нет. И отсутствие наследственного анамнеза, отрицательного ПЦР-теста не исключает наличие мутации в гене берси-1-2. Выживаемость без прогрессирования при отсутствии остаточной опухоли в 2 раза выше, чем при наличии остаточной опухоли. И у пациенток с берси-мутацией прогноз лучший, медиана выживаемости без прогрессирования 25 месяцев, что позволяет большинству пациенток при рецидиве все-таки снова проводить препараты на основе платины. Спасибо большое за внимание.